Шестая проповедь пастора Эндрю Энрикеса о Духе Святом. Откроем Евангелие от Луки, 11 главу, 13 текст. Мы продолжаем серию проповедей о Духе Святом. «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Это наш тематический текст Писания. Откроем Деяние апостолов в 50-ю страницу. «Если бы все этого желали, то все исполнились бы Духом. Там, где мало молятся о присутствии Святого Духа и не чувствуют нужды в этом, воцаряются духовная засуха и тьма, упадок и смерть. Если люди уделяют внимание не главному, а второстепенному, они лишаются божественной силы, которая предлагается им в преизбытке и которая необходима для роста и процветания церкви. А ведь эта сила приносит с собой все другие благословения». И 49-я страница «Получившие в Пятидесятницу силу свыше часто подвергались искушениям и испытаниям. Когда они свидетельствовали об истине и праведности, на них постоянно нападал враг всякой истины, пытаясь лишить их знаний жизни со Христом. Они прилагали все силы, данные Богом, чтобы достичь полного возраста Христова. Они ежедневно молились о свежем притоке благодати, чтобы устремляться вперед к совершенству». О чем апостоли молились ежедневно? О свежем притоке благодати, чтобы устремляться вперед к совершенству. О чем мы должны молиться ежедневно? О свежем притоке благодати. С какой целью? Чтобы достичь совершенства во Христе. Евреям 4 глава. Есть поддельная теория о благодати, которую проповедуют. Библия и Дух Пророчества учат, что цель получения благодати – это принятие силы, чтобы победить грех, чтобы возрастать все выше и выше христианскому совершенству. Это цель наделения нас благодатью. Я желаю этого, а вы? Откроем Евреям 4 главу, 15 и 16 тексты. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощах наших, но который был во всем искушаем, подобно нам, но без греха. Будем поэтому смело приступать к престолу благодати, чтобы обрести милость и найти благодать для помощи во время нужды. Перевод Короля Иакова Скажите, какая цель получения благодати на основании 15 и 16 текстов? Видите ли вы здесь победу над грехом? Потому что 15 текст говорит, что Иисус был искушен во всем, как мы, но не согрешил. А 16 текст – посему, что мы должны делать? Мы должны смело приступать к престолу благодати, чтобы получить что? Милость и обрести благодать для помощи во время нужды. Что это за время нужды? Время искушения на основании 16 текста. Сколько из вас ежедневно испытывают искушения? О чем мы должны молиться каждый день? О свежем притоке благодати, чтобы победить сатанинские искушения. Отец Небесный, помоги нам помочь понять Твою истину сегодня. Очень важно, чтобы мы понимали эти слова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты будешь делать наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Откроем Ефесяна 2 главу. Мы знаем из Писания, что приближается повторение того, что произошло в день Пятидесятницы. Дух Святой будет излит без меры во время кризиса начертания зверя, когда будет установлен воскресный закон. И мы должны молиться о свежем притоке благодати. Мы должны использовать и пополнять наше духовное состояние. Библия говорит в Ефесяна 2 главе 8 и 9 текстах. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Если мы спасены благодатью через веру, то от чего? От греха прошлой жизни и спасаемся от грехов сегодняшнего дня. Если мы боремся с пристрастием к алкоголю, кофе, мясной и молочной пищи, с одеждой блудницы, с мирской музыкой, с соревновательными видами спорта, с ревностью, с злословием, с завистью, с духом непрощения, Иисус говорит нам, приходите ежедневно к престолу благодати. Мы можем получить милость и обрести благодать во время нужды. Об этом нам говорит Библия. Ефесяна 2 глава 1, 2, 3 и 5 тексты. «И вас оживил он, которые были мертвы в преступлениях и грехах, в которых вы во время прошлого ходили, согласно течению мира этого, согласно князю власти воздуха, духу, который действует ныне в детях непослушания, между которыми и мы все жили во времена прошлые в похотях плоти нашей, исполняя желания плоти и ума, и были по природе детьми ярости, как и другие. Когда мы были мертвы в грехах, оживил нас вместе со Христом благодатью вы спасены. Эта благодать дает нам силу над греховными желаниями». Евреям 4 глава, 15 текст, Римлянам 8 глава, 3 текст. Воспитание на странице 18 сказано. «Выше самых высоких человеческих устремлений Божий идеал для его детей. Благочестие, богоподобие – вот цель, которую следует достичь». Библия показывает нам в Яково 4 главе 6 тексте важность ежедневной молитвы к Богу о свежем притоке благодати. Какой должна быть золотая нить наших молитв? «Дорогой Небесный Отец, дай мне свежий приток благодати победить грех, устремляться выше и выше к христианскому совершенству». Иакова 4 глава, 5-6 текст. Давайте прочитаем в переводе короля Иакова. «Вы думаете, что напрасно говорит Писание, до зависти вожделеет Дух, который обитает в нас, но Он дает больше благодати, посему Он говорит, Бог гордым противится, но смиренным дает благодать». Разве мы не должны благодарить Бога, что нам доступно больше благодати, если мы чувствуем, что не можем победить грех? Запишите Римлянам 5 глава, 20 текст, это подтверждает эту мысль, и Иакова 4 глава, 6-7 тексты. Мы прочитаем эти тексты. «Но Он дает больше благодати, посему Он говорит, Бог гордым противится, но смиренным дает благодать». «Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Перевод Короля Иакова. Поскольку по природе мы любим делать грех, а Господь желает нам дать больше благодати, и затем сказано «поэтому покоритесь Богу и противостаньте дьяволу». Что это значит? Что нам дает силу противостать дьяволу? Бог дает нам больше благодати. Как нам получить благодать? Верою. Мы должны верить, несмотря на то, через что мы проходим, что Господь может нам дать силу победить грех. Я этому верю, а вы? В Иоанна 4 главе 7-8 тексте приблизьтесь к кому? Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Откройте Бытие 6 главу. Господь говорит нам, что как было во времена Ноя, так будет и в пришествии Иисуса Христа. Что Ной обрел в глазах Божьих? Бытие 6 глава, 8 текст. Ной же обрел благодать пред дочами Господа. Что это значит? Что он делал, чтобы ее обрести? Искал ли он ее? Что нам говорит наша тематическая цитата из Деяния апостолов, 49 страница? Ежедневно они молились о свежем притоке благодати. Какой был конечный результат получения Ноем благодати? Давайте прочитаем 9 текст 6 главы Бытия. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Вести для молодежи, 131 страница. Я видела, как можно получить эту благодать. Войди в комнату твою и обратись к Богу с такими словами. Сотвори во мне сердце чистое Божие и Дух правый обнови внутри меня. Проси искренно и серьезно. Пламенная молитва имеет большую силу. Проси неотступно и не покидай комнаты до тех пор, пока не почувствуешь себя сильным в Боге. Бодрствуй над собой. Бодрствование и молитва помогут тебе победить все злые наклонности и благодать Божья сможет и проявиться в тебе. Это не теория, а практический опыт. Ой, если бы мы просили Бога о благодати, чтобы победить унаследованные и приобретенные склонности ко греху. Мы никогда не достигнем совершенства, пока мы не оставим служение уст, пока не оставим вид благочестия и не начнем воплощать на практике шаги, которые Господь нам дает. Истина не есть истина для тех, кто ее не практикует. Библия говорит, что Павел имел жало во плоти. Ангел сатаны удручал его. Остановимся здесь. Павел просил Бога трижды, чтобы Господь удалил это жало. Но что Господь ответил на эту молитву? Второй Коринфянам, 12 глава, 9 текст прочитаем. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Почему Павел хвалился своими немощами? Чтобы в нем обитала сила Христова. Итак, что есть Божья благодать? Это сила преодолеть грех. Давайте прочитаем титул 2 глава, 11 и 12 тексты. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Чему учит нас благодать жить как? Целомудренно. Может ли кто-нибудь пить кофе и заявлять, что он получает Божью благодать? Кофе и кофеиносодержащие напитки относятся к отравляющим жидкостям. Они стоят чуть ниже на ступеньку чая. Затем идет табак, марихуана, героин, гашиш. Об этом еще говорил Алонсо Джонс, пионер адвентизма. А как насчет алкогольных напитков? В некоторых наших церквах подают алкогольные напитки. А это мерзость в глазах Божьих. Вот что Господь говорит нам. Хотя мы и заявляем, что получаем благодать, но это поддельная благодать. Жить целомудренно, праведно, благочестиво, когда? В нынешнем веке. Учит ли нас благодать, что мы можем получить победу над грехом? Наши пасторы, профессора учат, что мы не можем одержать победу над грехом и при этом говорят, что Божья благодать спасет нас. О какой благодати они говорят? Это не библейская благодать, а сатанинская фальшивка. Благодать, которая прощает, очищает, которая сильнее всех наших грехов. Вот она, библейская благодать. О, если бы мы увидели свою нужду в этой благодати! Иисус изливает дух благодати, чтобы каждый из нас устремился к христианскому совершенству. Захария 12 глава, 10 текст. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и прошения, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Перевод Короля Иакова. Что Господь желает излить на нас? Дух благодати. Но здесь еще не конец. Потому что, когда мы получаем свежий приток Божьей благодати, у нас есть миссия, которую нужно выполнить. Этот год – год активного евангелизма. Потому что Антихрист, человек греха, активно трудится, чтобы распространять обман в мире. Господь поднимает нас, чтобы угасить обманчивую работу сатанинских агентов. Давайте посмотрим на миссию, которую Господь дал нам. Как же мы можем пропустить утреннее посвящение, молитву днем и вечернее посвящение? Да привлечет Господь наше внимание сегодня, и покажет нашу нужду, наш недостаток в свежем притоке благодати. А мы еще задаем вопрос, почему я так слаб духовно? Откроем свидетельство том 5, 231 страница. Многие люди находят жизнь христианина такой прискорбно тяжкой, потому что пытаются прилепиться ко Христу, не оставив прежде своих излюбленных идолов. По этой же причине они так непостоянны и ненадежны. Когда союз со Христом заключен, его можно сохранить только посредством ревностной молитвы и неустанных усилий. Мы должны сопротивляться искушению, проявлять самоотречение, побеждать себя. Посредством благодати Христа, благодаря мужеству, вере, бодрствованию мы можем одержать победу. Я заучиваю тексты вот почему. Потому что я прошу ежедневно дать мне свежий приток благодати. А благодать можно обрести через веру. Заучивайте тексты наизусть. Не говорите, пастор, мне трудно запоминаются тексты. Тренируйте память. Таким образом сохраняется духовная жизнь. События последних дней, 67-я страница. Несколько раз в день следует посвящать драгоценные золотые мгновения молитве и исследованию Писаний, хотя бы только для того, чтобы заучить наизусть библейский текст и тем самым поддержать свою духовную жизнь. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 текст. Ду Господень на мне. Получил ли Иисус излитие Духа Святого? Да. Получил ли Иисус силу и в Гефсимании? Ангел спустился и укрепил Его. Можем ли мы сделать вывод, что Христос получил Дух Благодати? Какая была у Него миссия? Читаем дальше 18 текст. Ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу? В нашей серии проповедей мы уже касались этих моментов, а сейчас мы остановимся на стихе 19. Когда Иисус получил Дух Благодати, Господь говорит «Проповедовать год Господний благоприятный». Перевод Короля Якова. Есть еще одна фраза, которая связана с этим текстом. Христос ее здесь не цитирует, но она находится в Исаии 61 главе. Если церковь, пасторы, служители получают Божью благодать, тогда они будут также проповедовать год Господний благоприятный и день мщения Бога нашего. Вы слышали, как люди говорят? Не говорите нам о дне мщения, не говорите о приближающемся гневе Божьем. И те же люди говорят «Проповедуйте о любви Божьей, о Божьей благодати». Они обмануты. Обращайтесь к закону и свидетельству. Если они не говорят, как это слово, то в них нет света. Исаия 61 глава 1 текст. Это те же самые слова из Евангелия от Луки 4 главы. Посмотрите на Исаия 61 главу 2 текст. «Проповедовать год Господний благоприятный и день мщения Бога нашего утешить всех сетующих». Перевод Короля Иакова. Что еще Христос должен был проповедовать? День мщения Бога нашего. Желание веков 240 страница. Здесь сказана причина, по которой Христос опустил эту фразу. Когда Иисус читал в синагоге отрывок из пророчества, Он внезапно запнулся на последнем определении относительно служения Мессии. Прочитав слова проповедовать «Год Господний благоприятный», Он опустил конец фразы «И день мщения Бога нашего». Эти слова были так же правильны, как и первая часть стиха. И умолчание Иисуса вовсе не означало отрицание истины. Но это последнее выражение было особенно по сердцу Его слушателям, и они очень хотели, чтобы эти слова сбылись. Они осуждали язычников, не сознавая, что их собственная вина гораздо тяжелее вины других. Согласитесь ли вы со мной, что слово мщение является синонимом слова гнев? Какое событие предшествует излитию гнева Божьего на непокаившихся грешников? Это кризис начертания зверя, о котором мы читаем в Откровении 14 главе 9-10 текстах. Что из гнева Божьей на основании Писания? Семь последних язв. Те, кто получают Божью благодать ежедневно, на чем они также будут акцентировать внимание? На Божьем гневе семи последних язвах. И что приведет гнев Божий на нераскаившихся грешников? Кризис начертания зверя. Какое событие показывает, что начертания зверя близко? Великая борьба 589-590 страницы. Представляясь людям, как великий врач, который желает и может исцелить все их недуги, он принесет болезни и бедствия, и многолюдные города превратятся в опустевшие груды развалин. Он и теперь уже занят этой работой. Несчастные случаи, бедствия на воде и на суше, страшные опустошительные пожары, ураганы, ужасные бури, землетрясения, во всем видна его злая воля. Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем, бесчестят Бога, что этот грех и вызвал бедствия, которые не прекратятся до тех пор, пока повсеместно не установят празднование воскресения. Все это показывает, что начертания зверя близко, а также, что близок день гнева Божьего. На что мы должны обращать внимание? На годе Господнем благоприятном интернет-ресурс Чарлстон оказался под водой. Страшный ураган Мэтью принес еще больше бедствий после того, как он разрушил Южную Каролину и Джорджию за ночь. Шесть человек погибли во Флориде и миллион четыреста тысяч жителей остались без электричества. Эти события показывают, что пророчества исполняются. На Гаити он привел к гибели 900 человек. Ураган Мэтью является результатом чего, говорят СМИ, изменение климата. Интернет-ресурс. Подобный шторм в октябре месяце необычное явление. И что говорит человек греха? Каждая страна на земле должна установить воскресный закон. Приближается ли день мщения Божьего? Если мы получили ду благодати, мы должны провозглашать об этом, а также год Господний благоприятный. Папа Франциск встречается с Леонардо Декаприо. Фильм Декаприо об изменении климата перед потопом дебютировал, когда ураган Мэтью принял угрожающие размеры. Еще один союзник Папы Франциска новый генеральный секретарь ООН. Это исполнение пророчества из Откровения 17 главы 12-13 тексты. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Начертание зверя близко. Я не строю здесь догадок. Сколько у нас из-за кафедры говорят, что мы должны получить дух благодати. Печально. И с этим должна звучать весть о Господнем годе благоприятном и дне Божьего мщения. Что Господь соединил, то человек да не разделяет. Служители Евангелия, страница 134. Быстро проведенный в критический момент маневр зачастую обезоруживает врага, приводит его в растерянность и уныние, поскольку он рассчитывал на то, что будет иметь достаточно времени для разработки планов и действий. «Когда мы расслабились на Сионе, мы побуждаем сатану еще больше обманывать мир. Быстрое движение должно быть нашим мотивом». Библейское эхо 26 августа 1895 год. В истории стран и церкви есть поворотные моменты. По проведению Божьему, когда приходят эти трудные кризисы, для этого времени дается свет. Если его принимают, то наблюдается духовный прогресс. Если отвергают, то за этим следует духовное отступление и кораблекрушение в вере. Господь в Своем Слове открыл активную работу благовестия. Как ее выполняли в прошлом, так будет и в последующем, до завершающего конфликта, когда агенты сатаны развернут свое последнее удивительное движение. С этого слова мы понимаем, что силы сейчас в действии, которые будут сопровождать последний великий конфликт между добром и злом, между сатаной, князем тьмы, и Христом, князем жизни. Но приближающийся триумф для тех, кто любит и боится Бога, будет столь же несомненный, как то, что его престол утвержден на небесах. Какой последний тест? Кризис начертания зверя. Мы об этом можем прочитать свидетельство для церкви в 5 томе, 85 страница и в 7 томе на 141 странице. Подошли ли мы к поворотному моменту в истории? Какой свет мы должны нести? Что день мщения Божьего близко? Какое событие этому предшествует? Начертание зверя. Что еще должно быть связано с этой вестью? Год Господний благоприятный. Испытываете ли вы ежедневно нужду в получении духа благодати? Должны ли мы продвигаться активно в работе евангелизма? Единство Папы с протестантскими церквями показывает, что рана почти исцелена. Разве это не пробуждает адвентистов седьмого дня? В Иоанне 14 главе 29 тексте сказано «И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Интернет-ресурс Папа Франциск открывает первую всемирную конференцию по вере и спорту. Вот почему вдохновенное перо говорит, что сатана изобрел спортивные состязания, чтобы отвлечь мысли народа Божьего от слова Божьего. Эти события показывают, что поворотный момент в истории пришел. Цель объединения веры и спорта в том, чтобы объединить людей каждого вероисповедания, национальности и культуры через спорт для общей цели. Где христиане адвентисты, которые должны идти сейчас с вечным Евангелием каждому народу, языку и племени. Большинство из них спорят по поводу рукоположения женщин, в то время как испытательный срок скоро закончится, когда каждый случай будет решен для вечности. Готовы ли мы к этим последним событиям? Видим ли мы свою нужду в крещении Духом Святым? Интернет-ресурс. Папа Францис говорит, что непреклонная идеология, опечаливает Духа Святого. Далее он говорит, если вы верите в соблюдение десяти заповедей, вы огорчаете Духа Святого. Когда вы допускаете, чтобы ваша жизнь находилась под руководством идеологии закона, а не свободы в Духе, вы огорчаете Святого Духа. Мистер Папа как раз все наоборот. Те, кто отвергают десять заповедей, они огорчают Духа Святого. Затем он говорит, давайте отложим закон в сторону и будем жить в Духе, то есть по своей воле, мыслям, желаниям. Кто в Писании сказал, что вам не нужно соблюдать Божий закон, просто делать так, как правильно в твоих глазах? Это Сатана. Дух пророчества называет это спиритизмом. Может, вы думаете, что когда папство придет к власти, то каждая церковь и динаминация, каждая религиозная организация откажется от своей веры и скажет Марима Католик, нам сказано в Великой Борьбе на 588 странице, что Сатана желает всех объединить посредством спиритизма. Вы можете сохранять свою религию, ее название, но откажитесь от истины. Давайте все объединимся ради общего блага. Спиритизм, друзья. Интернет-ресурс. Папа сказал, прозелитизм это великий грех против экуминизма. Дружеские отношения, совместные прогулки, молитва друг за друга, совершение совместных дел милосердия это экуминизм. Мы никогда не должны осуждать наших братьев и сестер. Те, кто приобретают души для Христа, совершают великий грех против тех, которые пытаются объединиться. Экуминизм означает, что церкви откладывают в сторону свои отличительные учения и объединяются. Папа говорит, что те, кто активно занимаются евангелизмом, определяют, кто есть вавилон, кто есть образ зверя, они совершают большой грех. Вместо экуминизма они приносят только разделение. Вам это понятно? Кого назовут грешниками в эти последние дни? Тех, кто провозглашают вечное евангелие, трехангельскую весть. Великая борьба 292 страница Учение о том, что Бог дал церкви право господствовать над совестью, определять и наказывать ересь одной из самых глубоко укоренившихся заблуждений папства. Отрекаясь от католического вероучения, реформаторы в то же самое время не были вполне свободны от его духа религиозной нетерпимости, еще не рассеялся полностью тот густой мрак, которым в течение долгих столетий папство окутывало все христианство. Определял ли папа раньше, кто такие грешники? Что он говорил? Те, кто осуждали другое вероисповедание, другую религию, те, кто исповедуют против экуменизма, те, кто приобретают душ и совершают грех. Что ждет тех, кто будет выполнять Божье поручение? Их ждет наказание, как еретиков. Господь, помилуй нас. Принимает ли кризис угрожающей размеры? Отец Небесный, дай нам большего понимания. Запиши эти слова истины на скрижалях нашего сердца. Не только обличи нас, но и обрати. Не только убеди, но и преобразуй нас. Помоги нам увидеть свою нужду, ибо скоро будет изливаться гнев Божий. Приближается день мщения, и все должны понять, что мы должны принять Господа, пока есть время благоприятное, до закрытия дверей благодати. Наша молитва во имя Иисуса. Евангелие от Луки, 4 глава, 19 текст. Проповедовать год Господний благоприятный. Что это значит? Приближается ли день мщения? Приближается ли гнев Божий? Близко ли семь последних язв? Позвольте задать вам вопрос, находитесь ли вы в правильном местоположении? Готовы ли мы духовно? Что значит эта фраза? Год Господний благоприятный. Если мы не поймем это, как мы будем об этом проповедовать? Важно ли это для нашего времени? Это значит принять Иисуса до закрытия испытательного срока. Иван для от Луки 4 глава 20 текст. Что сделал Иисус? И закрыв книгу и отдав служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Если все книги Библии начинаются и заканчиваются в книге Откровения, какие книги открыты? Очень очень скоро Иисус закроет эти книги. Это книги о записях нашей жизни. Вот почему Христос сказал в Евангелии от Луки 4 главе 21 тексте и он начал говорить им ныне исполнилось писание сие слышанное вами. Что говорит Данила 7 глава 9 10 тексты и судьи сели и раскрылись книги. Однажды книги закроются год Господний благоприятный. Что Иисус начнет закрывать, когда будет установлено начертание зверя, и мы начнем принимать свои решения быть на его стороне или на стороне сатаны. Он начнет закрывать наши записи. Как мне и вам устоять? Мы должны принять Иисуса. Библия говорит, что когда они услышали эти слова, 22 текст, «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосиф ли это сын?» Они начали отвергать Христа. Желание веков, 241-я страница. Поддавшись однажды неверию, жители Назарета продолжали упорствовать в нем. Такое же неверие овладело и Синедрионом, и всем народом. Как только священники и народ первый раз отвергли проявление силы Святого Духа, они уже встали на путь погибели. Стремясь доказать свою правоту, они снова и снова придирались к словам Христа, и отвержение ими Духа Божьего достигло своей наивысшей точки на Голгофе, повлекло за собой разрушение их города и рассеяние народа по всей земле. Позвольте мне вам сказать, Иисус не только говорил эти слова, но и притчу, чтобы определить и объяснить проповедование года Господнего благоприятного. И эта притча находится в Евангелии от Луки 13 главе. И Иисус в ней говорил о смоковнице. Кого символизирует смоковница? Еврейскую церковь. Седьмой и восьмой тексты И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее также и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом. Это значит, что испытательный срок был в прошлом году. Девятый текст не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Иисус проповедовал в одной из синагог. Мы знаем, что этот год связан с Данила девятой главой. Семь последних лет, три с половиной года плюс три с половиной года, с двадцать седьмого по тридцать четвертый. Спаси ее, оставь еще также на этот год. Если она принесет плод, то хорошо. Видите ли вы благоприятный год? Если в этом году она принесет плод, не срубай ее. Что дерево должно было принести и показать в этом последнем году? Свой плод. Испытательный срок оканчивается. А что если бы остался один год? А что если бы мы умерли в этот момент? А что если не наступит завтра? Этот благоприятный год не буквально двенадцать месяцев. Здесь сказано о финальном времени испытательного срока. Что мы должны сейчас принести? Плод. Какой плод мы должны принести в последние дни? Плод Духа Святого. Галатам 5 глава с 22 по 23 тексты. Плод Плод Духа Любовь Радость Мир Долго Терпения Мягкость Доброта Вера Кротость Воздержание На таковых нет закона. Перевод Короля Акова. Если мы должны принести плод это говорит о том что мы должны принять Иисуса. Слушайте меня внимательно. Как буквальное дерево не может принести плод до тех пор пока оно не укоренится так и мужчина и женщина не могут принести плод Духа до тех пор пока этот мужчина и эта женщина не будут иметь корня Духа. Давайте подумаем об этом. Позвольте мне вам сказать Иисус не только говорил эти слова но Он сказал притчу чтобы определить и объяснить проповедование года Господнего благоприятного и эта притча находится в Евангелии от Луки 13 главе Иисус не говорил о смоковнице Кого символизирует смоковница Иудейскую церковь Евангелие от Луки 13 глава 7-8 тексты Тогда сказал Виноградарю Вот три года этих прихожу я искать плода на этой смоковнице и не нахожу ни одного Сруби ее Зачем она землю применяет И отвечая он сказал ему Господин оставь ее и на этот год пока я не обкопаю ее и не навожу Перевод Короля Иакова Это значит что испытательный срок был до этого года 9 текст И если она принесет плод хорошо а если нет то после того срубишь ее Иисус проповедовал в одной из синагог Мы знаем что этот год связан с Даниилом 9 главой 7 последних лет 3 с половиной года плюс 3 с половиной года с 27 по 34 Спаси ее оставь ее еще так же на этот год Если она принесет плод то хорошо Видите ли вы благоприятный год Если в этом году она принесет плод не срубай ее Что дерево должно было принести и показать в этом последнем году свой плод Испытательный срок оканчивается А что если бы остался один год А что если бы мы умерли в этот момент А что если бы не наступило завтра Этот благоприятный год не буквальный 12 месяцев Здесь сказано о заключительном времени испытательного срока Что мы должны сейчас принести Плод Какой плод мы должны принести в эти последние дни Плод Духа Святого Галатам 5 глава с 22 по 23 тексты Плод же Духа Любовь Радость Мир Долготерпение Мягкость Доброта Вера Кротость Воздержание На таковых нет закона Перевод Короля Иакова Если мы должны принести плод Это говорит о том что мы должны принять Иисуса Слушайте меня внимательно Как буквальное дерево не может принести плод до тех пор пока оно не укоренится так и мужчина и женщина не могут принести плод Духа до тех пор пока у них не будет корня Духа Давайте подумаем об этом Как плод назван в Галатам 5 главе плод Духа Поскольку этот плод назван плодом Духа Святого мы не сможем его принести пока мы не укоренимся в Духе Божьем О дорогой Господь дай нам разумение этого Итак вопрос почему Иудейская Церковь большинство из них смоковница не принесла плод Почему у них не было корня Мы повторяем их историю вопрос а кто был и есть корень Иисус Христос Откровение 22 глава 16 текст Я есть корень и потомок Давида звезда светлая и утренняя О если бы мы увидели свою нужду в том чтобы Иисус был нашим корнем тогда бы мы смогли принести плод Давайте посмотрим почему многие сегодня не приносят плод духа Откроем Исайя 53 главу и прочитаем с 1 по 3 тексты в переводе короля Иакова Кто поверил слышанному от нас и кому открылась рука Господня ибо он взойдет пред ним как нежный росток и как корень из сухой земли нет в нем ни вида ни привлекательности и когда увидим его нет никакой красы чтобы мы желали его он презираем и отвержен людьми муж скорбей и знакомый с горестью и мы как бы скрывали от него наши лица он был презираем и мы не ценили его вопрос почему люди отвергли корень на основании сай 53 главы в нем не было ни вида ни красы ни привлекательности чтобы они вожжелали его поэтому они презрели его и отвергли не презираю ли я Иисуса не презираете ли вы Христа поражает то что в Евангелии от Луки 4 главе когда Иисус начал проповедовать благоприятный год Господень и закрыл книгу нам сказано что они устремили взгляд на него услышав это они исполнились ярости схватили его и повели на вершину горы вы можете прочитать это с 21 по 28 тексты и что они пытались сделать с Иисусом с корнем сбросить его что они сделали с корнем вы видите это они отвергли корень Отец Небесный помоги нам осознать что мы тоже сбрасываем Христа из своей жизни из наших семей из наших местных церквей пробуди нас дорогой Господь дай нам самоисследование во имя Иисуса мы молим они привели его чтобы сбросить почему они не желали Иисуса почему потому что в Евангелии от Луки 4 главе 18 тексте он разоблачил их грехи Дух Господень на мне ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу и они и осознал что Иисус говорил им что они были духовно нищими они были духовно слепыми теплые ладикийцы также нищи также слепы и причина почему теплые ладикийцы не приносят плод в том что они отвергают корень они не хотят чтобы их грехи разоблачались они говорят мы богаты разбогатели и когда к ним приходит проповедник они ему говорят подобно как сказали Иисусу разве это не сын Иосифа он не находится под Божьим вдохновением он никто у нас все в порядке нам не нужна эта весть они отвергают корень поэтому они не приносят плод время себя исследовать мы слепы наги жалки мы в плену не имеет значения что на нас красивая одежда и мы источаем аромат ваша земная одежда и земное благоухание не покроет вашу неправедность господь помоги нам сегодня время для самоисследования они отвергли корень что вы делаете сегодня друзья не отвергаете ли вы корень как же нам тогда получить корень слушайте внимательно когда я находился в моей комнате и молился я спросил господа дорогой господь не отвергаю ли я тебя не выталкиваю ли я тебя из моей жизни как же я смогу принести плод как же мне тебя принять как корень ибо я исповедовал твое имя и верил что буду спасен как многие сегодня верят но это не так как же мне принести плод иисус показал мне другую притчу в евангелии от матфея 13 главе семя было посеяно в каменистую почву может ли такая почва принести плод нет почему потому что корень не может укорениться в бетоне о господь помилуй нас те из нас кто слушатели с каменистой почвой не смогут принять корень какой должна быть наша молитва кто это заслушатели с каменистой почвой матфея 13 глава говорит что они приняли слово с радостью но когда пришли испытания искушения из-за слова они усомнились в их сердцах не было корня их сердца были каменными каменистая почва символизирует упрямое сердце черствая с бунтарским духом время себя исследовать время сказать господь мое сердце окаменелое к тебе возьми из плоти моей это огрубелое сердце и дай мне новое сердце сотвори во мне сердце чистое и дух правый обнови во мне не отвергни меня от лица твоего не отними от меня духа святого восстанови меня и возрадуй твоему спасению духом ладычественным утверди меня каменное сердце должно быть вынуто моей молитвой и вашей молитвой сегодня должны быть слова из языки лето 36 главы с 26 по 28 тексты и дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное вложу внутрь вас дух мой и сделаю то что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять и будете жить на земле которую я дам отцам вашим и будете моим народом и я буду вашим богом какая ваша молитва сегодня господь возьми из плоти мое сердце каменное дай мне новое сердце о дай мне новое сердце новое сердце дай мне обращение дорогой господь сделай меня истинным христианином господь я хочу быть христианином в сердце своем испытываете ли вы такие желания в вашем сердце сотвори во мне сердце чистое и возьми сердце каменное Как мне получить этот корень? Исайя, 27 глава, 5 текст. Перевод короля Иакова. Или пусть он ухватится за силу мою, чтобы заключить мир со мной. И он заключит мир со мной. Мы должны заключить мир с Иисусом. А какое противоположное значение фразе «иметь мир с Иисусом»? Быть с ним во вражде. Какой ум враждует с Иисусом? Плоский ум. О, дорогой Господь, забери у меня плоской ум. Ваша ли молитва к Богу сегодня? О, дорогой Господь, дай мне ум Иисуса Христа. Ваша ли это молитва сегодня? Может ли человек примириться с Богом, не ухватившись за силу Его? Нет. Чтобы примириться с Иисусом, о чем мы должны Его сначала просить? Его силу. И где на практике мы можем получить Божью силу из Его Слова? Прочитаем Исаии 27 главу и начнем опять вновь с 5 текста. И 6 текст. Или пусть он ухватится за силу мою, чтобы заключить мир со мной. И он заключит мир со мной. Он даст тем, кто вышел из Иакова, укорениться. И Израиль расцветет, и пустит ростки, и наполнит лицо мира плодом. Перевод Короля Иакова. Как мы можем получить корень на практике, примирившись с Иисусом? Но мы никогда не примиримся с Иисусом до тех пор, пока не скажем, дорогой Господь, дай мне силу, чтобы заключить мир с тобой. Какая сегодня ваша молитва к Богу? В этот благоприятный год мы должны принести плод. Но не сразу дерево приносит плод, даже имея хороший корень. Сначала оно должно дать почки, затем расцвести, и потом плод. Какие два шага предшествуют плоду Духа Святого? Мы должны пустить почки, а потом зацвести. В Марка 4 главе Иисус это выразил таким образом. Сначала прорастание семени, это зелень, затем колос, и потом полное зерно в колосе. Никто не должен уйти отсюда без практических шагов принесения плода. Сначала зелень, колос, затем полное зерно в колосе. И в результате есть плод. Затем появляется серп. Откровение 14 глава с 14 по 16 тексты. А какое этому предшествует событие? Кризис начертания зверя. Насколько мы к этому близки? Нам пора принести плод. Сначала зелень, колос, полное зерно в колосе. Другими словами, это представляет духовный рост. Господь, возрастаю ли я в Иисусе? Возрастаете ли вы в Иисусе? Устремляетесь ли вы к христианскому совершенству выше и выше? Расцветаете ли вы? Завязывается ли у вас плод? О, если бы мы видели свою нужду сегодня! Марка 4 глава с 26 по 29 тексты. Сначала семя бросается в почву. Скажите мне, пожалуйста, что есть семя? Слово. Куда его бросают? В почву. А что есть почва? Наш разум. Затем стик 27 говорит, что человек спит и встает ночью и днем и не знает, как всходит и растет семя. Это практические шаги принесения плода. Вы не знаете, как появляется плод. Ваша единственная обязанность в плане спасения, чтобы принести плод. Быть уверенными, что семя посеяно в почву, что вы размышляете над Божьим Словом каждый день, как часто сказано ночью и днем. Какой псалом нам говорит об этом? Псалом 1, 2, 3 тексты. Это формула христианского успеха. Вы можете пропустить ежедневное посвящение. Как вы осмеливаетесь сделать это и надеетесь принести плод? Как вы отваживаетесь встать утром и бежать без вашего личного посвящения Богу? Как вы отваживаетесь в 12 часов не проводить время в молитве? Как вы отваживаетесь лечь спать, не бросив семя в разум? Вы теряете время, называя себя христианином. Вы не возрастаете и не приносите плод. Тогда вы погибнете. Время сказать. Когда это служение закончится и солнце зайдет, помоги мне вложить семя в разум. Заметьте, человек спит, и он не знает, как семя всходит и растет. Другими словами, принесение плода – это сверхъестественная работа. Потому что он назван плодом Духа Святого, а не плодом Эндрю Энрикеса. Это не ваш плод. Хотя по Божьей благодати мы можем явить плод, но это по-прежнему не наш плод. Если я делаю добро, помогаю, то это не моя добродетель. Плод не мой, а кого? Духа Святого. В ком я должен возрастать? В Духе Святом. Я боролся с мыслью, Господь, спасусь ли я? Эти текущие события вызывают у меня дрожь. Конец близок, спасусь ли я? Господь говорит нам, вкладывай семя в твой разум вечером, утром, днем. Все остальное оставьте мне. Желание веков, 324 страница. Они радовались любви Божьей, но подобно каменистой почве в притче Христа о тех, кто слушает Слово Божье, они не сохранили его любви. Они не отдавали себя Богу ежедневно, чтобы Христос мог обитать в их сердцах. И когда злой дух вернулся к ним вместе с семью другими духами, злейшими себя, эти люди оказались полностью во власти темных сил. Когда душа подчиняется Христу, новая сила овладевает новым сердцем. Происходит такая перемена, которую сам человек не в состоянии совершить. Это сверхъестественный процесс, обогащающий человеческую природу элементом сверхъестественного. Душа, подчинившаяся Христу, становится его крепостью в этом восставшем мире. И он желает, чтобы в этой крепости не было никакой другой власти, кроме власти Бога. Душа, которая находится во власти небесных сил, становится неуязвимой для нападок сатаны. Но если мы не подчинимся власти Христа, нами овладеет лукавый. Поднимите руки, кто верит, что мы можем принести плод. Я поднимаю две руки. Я верю, что могу и принесу плод Духа по Божьей благодати. Потому что Христос обещал мне и каждому из нас получение Духа Святого, и тогда мы сможем принести плод. Какая наша часть в плане спасения? Что мы должны вложить в разум, друзья? Слово Божье, семя. Служители Евангелия, сотая страница. Ревностно оберегайтесь те часы, которые вы выделили для молитвы, исследования Библии и самоисследования. Определите для себя время, которое вы ежедневно сможете уделить исследованию Священного Писания и общению с Богом. Таким образом, вы укрепите духовную силу и обретете благоволение Божье. Мы должны ревностно беречь часы молитвы, изучение Библии и самоисследования. Сегодня я обновляю мой обед с Богом. Помоги мне, дорогой Господь, беречь мои часы молитвы, изучение Библии и самоисследования. Является ли это вашим обетом Богу сегодня? Сегодня год Господний благоприятный, время приносить плод и возрастать. Не будьте праздными на Сионе, думая, что посещая домашнюю церковь, церковь, где провозглашается истина, я буду спасен. Дух благодати может падать на окружающих вас, а вы его не получите. Чтобы принять Дух, надо принять слова, которые я говорю, они мой Дух. Видите ли вы свою нужду? Верите ли вы тому, что Господь говорил сегодня? Выходите на особую молитву. Говорите ли вы в сердце своем, я хочу перепосвятить свою жизнь тебе? Я хочу ревностно беречь часы общения с тобой, чтобы я мог устоять и возрастать, цвести, завязывать бутон и приносить плод Духа Святого. А это сверхъестественное действие. И сегодня я прошу тебя о силе приносить плод. Я не хочу быть проклятой смоковницей. Мы хотим иметь корень нашей жизни. Буря приближается. Только те, кто имеют корень, устоят. Только те, у кого глубокие корни, устоят во время бури. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое слово сегодня. Мы благодарны, что Ты открываешь наши глаза, чтобы мы могли видеть. Знамения времени исполняют библейские пророчества. Мы благодарны Тебе, что Ты нам показываешь нужду просить ежедневно о Духе благодати, свежем притоке благодати. Мы благодарны, что Ты показываешь нам нашу весть и опыт в этот благоприятный год. Никто из нас не знает, будем ли мы жить в 2017 году. В этот благоприятный год, в этот благоприятный момент мы должны принять Тебя и принести плод. Удали от нас каменное сердце. Мы благодарны, что Ты слышишь и отвечаешь на наши молитвы. И мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам новое сердце. Помоги нам не полагаться на чувства, а на обетование Слова Твоего. Если мы будем просить, нам будет дано. Мы благодарим за это. Мы можем заснуть с уверенностью, если мы положим семя в наш разум, Слово Твое, утром, днем и вечером. Нам не надо страшиться надвигающегося кризиса. Мы не должны бояться, спасусь ли я или погибну. Мы должны покоиться в уверенности. Ты приведешь наш характер в совершенство. Какому Спасителю мы служим? Спасибо за уверенность сегодня. Мы можем встать с колен и сказать спасибо за то, что Ты дал нам силу быть победителями. Благодарность Тебе, что Ты принимаешь нас, хотя мы этого и не заслужили. Будь с Твоим народом здесь и за границей. Мы благодарны Тебе, что Ты услышал и ответил. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...